Украина самая важная С независимостью от Москвы, от многолетнего российского влияния, от влияния пропаганды. Я говорю сейчас о законе, который был принят на этой неделе украинским парламентом. Это закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. Закон в первую очередь касается деятельности Украинской Православной Церкви, ранее известной как Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Это крупнейшая христианская церковь в стране. Решение поддержали 265 депутатов. Надо отметить, что Верховная Рада не обсуждала документ во втором чтении, а одобрила его сразу после открытия заседания. Безусловно, это был один из самых ожидаемых законов в Украине. Об этом свидетельствуют опросы. В то же время он может стать наименее понятным для западной и, в частности, для американской аудитории. Как говорят эксперты, а мои коллеги из украинской службы «Голоса Америки» записали за эти дни десятки комментариев, Владимир Зеленский может оказаться перед дилеммой между защитой безопасности внутри страны и потенциальным открытием Украины для критики. А это, в свою очередь, может угрожать помощи со стороны США и других партнеров. К примеру, комиссия США по вопросам международной религиозной свободы в своем комментарии, направленном «Голосу Америки», заявляет. Последняя версия закона не в полной мере решает предыдущее беспокойство относительно потенциала закона для применения коллективных наказаний против целых религиозных общин. Она также представила новые проблемные аспекты, которые могут поставить под угрозу защиту свободы религии или убеждений и свободу выражения взглядов. При этом комиссия подчеркнула, что самой большой угрозой свободе вероисповедания в Украине по-прежнему считает Россию и рекомендовала Госдепартаменту определить именно ее как страну, вызывающую особое беспокойство. В то же время консервативные обозреватели говорят, что независимо от того, что делает Россия своим законом, Украина, цитата, нарушает религиозную свободу в отношении церкви, которая является частью мирового православия. Американский адвокат Уэсли Смит пишет в издании National Review. Если можно доказать, что есть члены УПЦ, которые помогают России, нужно разобраться с этими лицами законными способами, цитата. Запрет церкви и вытеснение ее из монастырей и других религиозных институтов, из-за того, что она является частью той же всеобъемлющей международной религиозной институции, что и государственная церковь ее врага, не является поступком страны, которая призвана защищать свободу. Представитель УПЦ митрополит Климент также сказал голосу Америки, что закон лишает граждан Украины и верующих Украинской православной церкви свободы совести и религиозных убеждений. По его словам, депутаты проигнорировали обращения украинских военных верных этой церкви и нацелились на УПЦ за связи с Москвой, которых у нее, по его словам, нет. Лоббисты закона говорят, что он против московской церкви и указывают на нашу религиозную общину. Но в Украине не существует московских церквей. Наша церковь испокон веков действует в Украине, и ее священники и миллионы верующих являются сознательными гражданами Украины, а не завезенными из-за рубежа. Как напоминает издание «Политику», ОПЦ на все обвинения общества и политиков утверждает, что еще в 2022 году разорвало отношения с Москвой и российским патриархом Кириллом. При этом украинские правоохранители задокументировали многочисленные случаи, когда и священники, и спонсоры ОПЦ были пойманы на помощь российской армии в Украине. К примеру, в мае 2023 года Кировоградский районный суд Кировоградской области приговорил клирика УПЦ московского патриархата, экс-руководителя местной епархии, митрополита Иосафа, к трем годам лишения свободы по обвинению в распространении пророссийской пропаганды и разжигании межрелигиозной вражды. Следователи выяснили, что митрополит входил в ближайшее окружение московского патриарха Кирилла и выполнял его поручения по поводу, цитата, оправдание российской агрессии и оккупации восточных и южных территорий Украины, в частности, Крыма. Народный депутат Украины Никита Патураев, председатель профильного комитета по вопросам гуманитарной информационной политики, сказал голосу Америки, что закон дает достаточно времени, 9 месяцев, чтобы разорвать связи с Российской Церковью и определиться со своим будущим. Они могут наладить диалог со Стамбулом, с Константинопольским патриархатом, или они наладят диалог с Православной Церковью Украины, сказал депутат. Он также настаивает на том, что закон направлен не против религиозных обычаев и верований, а против коллаборационизма, цитата. Было бы странно, если бы мы позволили действовать в Украине сейчас ФСБ или другим российским государственным органам, потому что это враги. И поэтому РПЦ, как часть этой государственной машины, запрещена. Соответственно, закон говорит, что украинским религиозным организациям нельзя иметь связи с этой российской государственной машиной, которая ведет геноцидальную войну против Украины. Стоит отметить, что пока закон не вступил в силу. Это произойдет, когда его подпишет президент Владимир Зеленский. Как же новый закон будет работать на самом деле? Станет ли он спасением от российского влияния? Остановит ли пропаганду? И какие возможные опасности он несет? Обо всем этом нам рассказал приглашенный профессор школы права имени Бенджамина Кордоза Дмитрий Вовк. Это означает, что государство получило или создало юридический инструмент для того, чтобы ликвидировать Украинскую православную церковь, которая исторически и канонически связана с Российской православной церковью. То есть там предусмотрена процедура, установлены определенные сроки и так далее. То есть закон содержит три базовых вещи. Во-первых, наверное, это скорее политическая часть или символическая часть. Запрещается Российская православная церковь. Почему символическая? Потому что и без этого закона никаких юридических механизмов существования Российской православной церкви сегодня в Украине не существует. Закон запрещает распространение идеологии русского мира, которая определяется достаточно широко. Это некая неоколониальная идеология, связанная с желанием России расширять свои территории. При этом целое огромное определение. И распространение подобной идеологии, совершенное, я так понимаю, более одного раза, тоже является основанием для запрета религиозной организации, которая его распространяет. И третье — этот закон запрещает функционирование любых религиозных организаций, которые аффилированы с Российской православной церковью в Украине и которые потенциально аффилированы с любой другой российской религиозной организацией. Причем сама аффилированность определяется очень широко. Она определяется и через саму Украинскую религиозную организацию, если Украинская религиозная организация признает себя частью российской или как-то связана с Российской религиозной организацией, и через Российскую организацию. То есть это, в принципе, выписано под Украинскую православную церковь. Самого факта, что Украинская православная церковь сохраняется в уставе РПЦ, либо факта того, что патриарх Кирилл благословил предстоятеля Украинской православной церкви, либо любого другого клирика, уже достаточно для того, чтобы констатировать, что эта организация аффилирована с Российской Православной Церковью, и она должна быть ликвидирована. То есть это подход, интересный в том плане, что он определяется не через то, как украинская организация понимает себя, а то, как ее определяет российская организация. А как этот закон будет исполняться на практике? Вот, например, противодействовать распространению русского мира. И, как вы говорите, что очень широко это трактуется. Есть ли реальные механизмы этому противодействия? Закон предусматривает, что если организация более одного раза совершает это распространение идеологии русского мира, то это основание для ликвидации. Дальше следует ликвидация в судебном порядке. Государство может определить, что определенная организация распространяет идеологию русского мира, и дальше направить соответствующий иск в суд и потребовать ликвидации этой организации. При этом вопросом остается, как и с любыми запретами идеологии, можно вспомнить, например, запрет распространения нацистской идеологии, коммунистической идеологии, отрицание Холокоста. остается с тем, как определить эту идеологию. И применительно к русскому миру, поскольку это достаточно новый идеологический конструкт, или многие говорят, что это идеология, или доктрина, или это просто набор клише, сложно как-то очертить эту идеологию и понять, что это такое. В этом смысле возникает, например, вопрос, если религиозная организация, конкретно православная организация, у нее есть какие-то практики, которые пересекаются с практиками русской православной церкви. Является ли это распространением диалоги русского мира. Если, например, украинская православная община почитает каких-то святых, которые были признаны святыми русской православной церкви, это распространение диалоги русского мира и так далее. То есть здесь возникает много вопросов по поводу того, как государство будет это трактовать. Это один момент, а момент второй, что на самом деле процедура ликвидации религиозных организаций, которые государство признает аффилированными с РПЦ, она достаточно простая. То есть там необходимо установление этого факта, этой аффилированности. Государство уже провело религиозную экспертизу устава Украинской православной церкви и уже признало, что это часть русской православной церкви, если не будут там сделаны какие-то шаги, например, публично сделаны попытки получить автокефалию или какую-то независимость и так далее. Причем Украинская православная церковь уже объявила свои независимости, но государство считает, что этого недостаточно. И, соответственно, если никакие подобные шаги не будут сделаны, УПЦ будет признана частью РПЦ. И дальше включается этот механизм, то есть государство просто обращается с исками и ликвидирует общины УПЦ. Это достаточно сложное дело, на самом деле, поскольку все общины являются отдельными юридическими лицами. Но, насколько я понимаю, цель же может стоять не ликвидировать каждую общину. Достаточно разрушить структуру, то есть ликвидировать метрополии, например, ликвидировать какие-то ключевые юридические лица, и затем уже рядовые общины, они должны будут для себя принимать решение, а то ли они присоединяются к православной церкви Украины, независимой украинской православной церкви, то ли они присоединяются к какой-то другой церкви и так далее. Но они будут находиться в достаточно сложном положении, поскольку для них вот эта структура церковная, она, как и для любой другой православной церкви, она представляет значимую ценность. Но можно ли сказать, что теперь сведено на нет или там максимально минимизировано московское влияние? Ведь очень много инструментов Москвы, как влиять разными способами. Мне кажется, здесь содержится какая-то логическая ошибка, потому что с формальными юридическими запретами вы не можете свести на нет некое влияние, которое с этими запретами не связано. Поскольку если мы говорим о том, что Путин использует религиозную карту для оправдания агрессии против Украины, то он будет продолжать ее использовать. Этот запрет скорее сделает это использование проще в том смысле, что российская пропаганда будет указывать, вот смотрите, мы же вам говорили, что есть там преследование церкви, и вот принят этот закон. Другое дело, что ситуация намного сложнее. Украинская православная церковь находится в той ситуации, в которой находится в значительной мере заслуженно. Особенно если мы говорим о ее деятельности в период до полномасштабного вторжения. Но тем не менее российскую пропаганду это не остановит. Она существует в своей реальности, и эта пропаганда будет продолжаться. Если же мы говорим о том, что закон позволяет каким-то образом, как говорил президент Зеленский, защитить духовную независимость украинцев, то здесь тоже, на мой взгляд, есть логическая проблема, поскольку если эти православные общины были опасными в силу своей какой-то канонической связанности с российской православной церковью, например, это продуцировало их нелояльность, то формальный отказ от этой канонической связи, да, юридический формальный отказ, он ведь не делает их безопаснее, поскольку этот отказ может быть сделан сугубо формально. Тут вспоминается опыт украинской греко-католической церкви, которую насильно присоединяли к российской православной церкви после Второй мировой войны. То есть они, по сути, образовали там церковь внутри церкви. Это никак не повлияет на их лояльность. А если этот отказ или, например, присоединение к православной церкви Украины делает их безопасными, просто сам по себе формальная декларация, что мы вот теперь часть какой-то другой церкви, то значит, они не были опасными и до этого. То есть это два совершенно параллельных процесса, да, какое-то юридическое присоединение к другой православной церкви и реальная или предполагаемая опасность этих общин. Ну какое значение этот закон имеет для общества, его принятия, и возможно ли противодействие части общества? Я думаю, что здесь два базовых контекста. На мой взгляд, во-первых, это скорее внутриполитический процесс украинский, нежели, да, какое-то противодействие России, да, он определяется двумя моментами. Во-первых, есть общественный запрос на этот запрет или, по крайней мере, на очень жесткие ограничения Украинской православной церкви. Мы знаем, что начиная примерно с апреля 2022 года более половины украинцев высказывается за полный запрет, и еще где-то 25% говорит о том, что должен быть какой-то очень жесткий контроль применительно к этой церкви. И в этом смысле Украинская православная церковь для большей части общества, которая не слишком религиозна, она стоит в том же ряду, что и переименование улиц, убирание памятников, там, Пушкину, например, да, переименование каких-то базовых символов в публичном пространстве и так далее. Мы не хотим ничего русского, да, мы не хотим русских театров, мы не хотим русских музеев, мы не хотим русской литературы, и мы также не хотим церкви, которую мы считаем русской. И президент Зеленский очень, очевидно, тонко чувствует этот запрос, и так или иначе вот он пришел к тому, что это решение необходимо, хотя это заняло у него практически два года. А второй контекст практически заключается в том, что оппозиция критикует президента за то, что вот он не может решить этот вопрос, что у нас сохраняется это, как они говорят, там, церковь ФСБ, РПЦ ФСБ в Украине, мы должны что-то сделать. И тем самым, очевидно, команда президента просто выбивает этот козырь из рук оппозиции, говоря о том, что вот смотрите, да, нужен был запрет, и мы этот запрет провели. На мой взгляд, это вещи вот этого порядка. Потому что если мы говорим о какой-то реальной опасности украинской православной церкви, то на сегодняшний день существует порядка сорока решений судов, которые касаются священников УПЦ или как-то с ними связанных людей. Например, было дело против жены священника. И эти сорок судебных решений, они на две трети или даже на три четвертых, они связаны с ненадлежащими высказываниями. Например, оправдание российской агрессии, публичная или в частной переписке разжигание религиозной вражды, вот такого рода вещи. И хотя это серьезные преступления, они составляют проблему. Ну, однако, когда мы говорим об угрозах национальной безопасности, наверное, смс-сообщения в чате для четырех-пяти человек или даже высказывания в процессе общения с паствой, ну, это не настолько серьезные угрозы национальной безопасности, чтобы на них нельзя было воздействовать каким-то другим образом, в том числе путем уголовного преследования того конкретного священника, который допускает подобные высказывания. Существует также судебное решение, касающееся коллаборации с российскими властями или российскими военными. Но эти дела исчисляются, ну, там, до десяти. Я имею в виду те решения судов, которые уже вынесены. И мы говорим об организации, в которой примерно 8, может быть, чуть больше тысяч общин и примерно 10 тысяч священников. То есть вот это вот 40 уголовных дел и 10 тысяч священников или 8 тысяч общин ставят под вопрос, насколько такая мера с точки зрения прав человека, насколько она пропорциональна. А поскольку все равно, когда мы говорим об угрозе национальной безопасности, мы, наверное, думаем о чем-то другом. А мы думаем там о массовых каких-то противодействиях армии, да, или о шпионаже, или о какой-то сети информаторов, которые действуют. И мы слышим постоянно в адрес Украинской православной церкви подобные обвинения. И, как я сказал, есть подобные уголовные дела. И есть священники УПЦ, которые были обменены в Россию, в том числе, включая митрополита. Но, тем не менее, это исчисляется вот таким порядком цифр, как я вам назвал. А если мы говорим об уголовных делах по тем же статьям в отношении других категорий людей, например, правоохранителей, то они будут исчисляться тысячами. Политолог Владимир Фисенко накануне, еще до того, как утвердили закон, написал, что его можно назвать мини-революцией. Вы с этим согласны? Я не знаю, насколько это мини-революция, но это существенное изменение подхода государства к государственно-религиозным отношениям. Поскольку в Украине всегда на фоне остального постсоветского пространства, почти всех стран, кроме, наверное, балтийских стран, всегда была очень хорошая ситуация с религиозной свободой. И она во многом остается такой в силу разных обстоятельств. И вот эта ситуация с религиозной свободой, такая хорошая, она была основана на двух базовых столпах, если хотите, или компонентах. Первое, достаточно сильный религиозный плюрализм. То есть, хотя Украина является в большинстве своем православной страной, но, тем не менее, здесь есть очень крупные, очень хорошо развитые и поддерживаемые разными политическими силами религиозные меньшинства, в том числе украинская греко-католическая церковь, в том числе очень развитые протестантские сообщества и так далее. А второй компонент был в том, что государство всегда было достаточно слабым, чтобы переформатировать религиозный ландшафт. То есть, хотя государство, даже не государство, а разные президенты пытались изменить религиозную картину Украины, поддерживая ту или иную православную церковь, у них никогда не хватало силы это сделать. И вот закон, этот закон, он с одной стороны сигнализирует, а с другой стороны дает юридические инструменты для того, чтобы воздействовать на оба этих компонента. С одной стороны, государство получает значительные полномочия в противодействии религиозным организациям, которые государство считает связанными с Россией. Фактически их можно ликвидировать по любому основанию. Там в законе прямо написано, что такие организации также ликвидируются в случае, если они нарушают законодательство об создании и функционировании таких организаций. То есть создание и функционирование это вообще все. Любое нарушение в этой ситуации может быть использовано для ликвидации. А с другой стороны, очевидно, что если закон будет исполняться в том направлении, что он разрушит структуру Украинской Православной Церкви, большая часть этих сообществ так или иначе придет к тому, что оно присоединится к Православной Церкви Украины, независимой украинской православной церкви. И дальше у государства возникнет православный партнер, как и в других православных странах. И вот в этой ситуации сложно предсказать, как будет развиваться динамика религиозной свободы, поскольку практика показывает, что в православных странах православная церковь, она стремится к тому, чтобы понизить конкуренцию на религиозном рынке и стать вот этим особым партнером государства, который будет иметь полномочия определять то, какая религия правильная, какая неправильная, какие религиозные организации являются такими, которые должны признаваться, не должны признаваться и так далее. То есть я не говорю о том, что к этому придет, но это один из возможных сценариев. То есть в этом есть определенная опасность? В этом есть опасность, если вы считаете, что религиозный плюрализм ценен сам по себе. То есть если вы считаете, что религиозная свобода ценность для вашего общества. Если вы считаете, что религиозные организации должны свободно конкурировать на вот этом религиозном рынке идей, то да, в этом есть определенная опасность, потому что, опять же, повторюсь, если вы сравниваете православные страны с странами западного христианства, то, как правило, в православных странах вот эта религиозная конкуренция, она будет существенно более ограничена. Я не знаю, насколько это корректно, это сравнение, но мне почему-то пришло в голову, когда запустили национальный телемарафон, и какое-то время он уже шел единый, и я говорила с медиаэкспертами украинскими, и какие-то из этих экспертов говорили, что это, конечно, все хорошо, но нельзя это делать слишком долго, потому что в этом заложена определенная опасность, и это тоже вот такое сращение телевидения с государством получается. Это интересная параллель, действительно. Дело в том, что речь же не только об украинской православной церкви. Отношение государства и украинской православной церкви действительно очень сложное, и украинская православная церковь, она находится в таком идеальном шторме. Общество настроено к ней категорически негативно, государство сейчас принимает закон, который позволит эти общины ликвидировать, и в значительной мере, как я уже сказал, если мы возьмем то, что происходило до полномасштабного вторжения, украинская православная церковь сделала, конечно, немало для того, чтобы и украинское общество, и украинское государство относилось к ней вот таким образом. Но при этом, во-первых, как я сказал, ситуация, когда украинская православная церковь разделена на две конкурирующие группы, это более благоприятно для религиозных меньшинств. Я уверен, что если бы не было раскола в украинском православии, никогда Украина не пришла бы к точке, в которой настолько развиты религиозные меньшинства. У нас, например, в Украине наибольшие баптистские сообщества, протестантские сообщества в Европе. В Украине была наибольшая церковь Иисуса Христа святых последних дней, так называемая мормонская церковь до вторжения. Я не уверен, что сейчас с ней происходит. И это все следствие того, что у двух православных церквей, тогда их было три, после 2018 года их стало две, у них не было особенно, во-первых, времени этим заниматься, поскольку они конкурировали друг с другом. А во-вторых, у них не было особенно ресурса это делать, поскольку ни в какой момент ни одна из этих церквей не было настолько близка государству, чтобы вот каким-то образом менять этот религиозный ландшафт и ограничивать присутствие религиозных меньшинств. Если эта конкуренция уходит, то подумайте о таких странах, как Грузия, например, о таких странах, как Молдова, и тем более о таких странах, как Белоруссия или Россия. Конечно, Белоруссия и Россия это все еще накладывается на другой политический режим, да, авторитаризм, он в принципе по-другому ведет себя с религиями, но тем не менее, да, Молдова демократическая страна и тем не менее влияние православной церкви, особенно до, опять же, событий в Украине, оно определяло определенный фокус отношения к религиозным меньшинствам. Это один момент. А момент второй заключается в том, что не до конца понятно, это только об УПЦ или это гипотетически, эта логика может быть распространена еще на какие-то общины. Один из экспертов, который в свое время участвовал в религиозной экспертизе, определившей связь между Украинской православной церковью и Русской православной церкви, он в одном из интервью сказал, что вот вы знаете, у нас же есть еще религиозные общины, которые, я цитирую по памяти, может быть, это не совсем точно, больны на евразийство, на некую особую связь с российскими сообществами, на образование некого особого духовного пространства евразийства. Это что означает? Это означает, например, что протестантские сообщества, у которых были многочисленные связи с российскими протестантскими сообществами, тоже подпадают вот под эту категорию нелояльных. Или, естественно, мы знаем, что высказывания Папы Римского Франциска об войне в Украине и о российской агрессии, они как минимум неоднозначны. Означает ли это, что римо-католические общины в Украине каким-то образом тоже должны быть заподозрены нелояльности? То есть я немного гиперболизирую, безусловно, сейчас этот вопрос не стоит на повестке, но тем не менее история вообще постсоветское взаимоотношение государства и религии показывает, что это своего рода дорога в одном направлении или билет в одном направлении. Государство, усиливаясь и приходя в эти отношения на постсоветском пространстве в любой постсоветской стране, оно потом никогда не уходит. И вот это для Украины, особенно послевоенной Украины, может представлять определенную опасность, с которой необходимо будет что-то делать. Это было интервью с приглашенным профессором школы права имени Бенджамина Кордоза, Дмитрием Вовком. Добавлю еще один комментарий. Даг Кляйн, политический аналитик неправительственной организации «Разум for Ukraine», которая также принимала активное участие в просветительской кампании, направленной на членов Конгресса, считает, что этот законопроект не будет иметь негативных последствий. Американские политики признают, что Украина в чрезвычайно трудном положении, когда и необходимо, конечно, сохранить свободу вероисповедания, сохранить демократические ценности, за которые борются украинцы, и одновременно принять соответствующие меры для защиты безопасности страны, сказал Кляйн в интервью «Голосу Америки». На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple подкастах и на платформе «Эхо». Я, Ксения Туркова, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска. До встречи!